Что это за передача? Идеальный ремонт. Прошел к нашему шалашу. Мне нужны идеи. Пошли жить по-королевски. Нам повезло. Абсолютно не интересует, что вы здесь делаете. У нас есть пистолет. А что у нас с полами? Обалдеть! Я валидол не взял с собой. Да здравствует идеальный ремонт. Ой, как хочется сегодня на съемку надеть что-нибудь такое нежное, розово-сиренево-лиловое. Потому что героиня наша, героиня сегодняшняя, это само очарование и женственность. И всю жизнь играет на сцене и в кино нежных и трепетных женщин. А ведь ей в этом году исполнилось 80 лет. Обожаю ее. Что натворил ураган на участке Светланы Немоляевой? Очень много попадало и разбило вот эту дивную отмостку, которую вы мне делали. О чем никогда не рассказывала народная артистка России. Вы венчались в этой церкви? Мы венчались в этой церкви. Новый сад в честь юбилея. Мне это очень нравится. И это очень романтично. Смотрите прямо сейчас. Доброе утро, Светлана Надина. Здрасте, моя дорогая. Как я рад вас видеть. Я тоже самое. И как вы поживаете? Ничего, спасибо. Вот у меня юбилей. Могу похвастаться. И как один мой приятель сказал, что Светка, к тебе надвигается трагическая дата. Не может такого быть. Я к этой трагической дате, в кавычках, отношусь иронично. Но у меня самый главный подарок от театра, премьеру, новый спектакль. Светлана Немоляева начала сниматься еще в раннем детстве. Ее первая роль в фильме «Близнецы» 1945 года. И уже тогда она была красавицей. А у дедушки доктора нет детей. Значит, они ничьи. Да пойдем их возьмем, а? Давай, пойдем, покажем маме и положим. Давай! Светлане Владимировне довелось работать с лучшими кинорежиссерами страны. В театре имени Маяковского она играла в самых прославленных спектаклях. О такой творческой судьбе можно только мечтать. При этом выбора между семьей и карьерой она никогда не делала. В жизни ей удалось совместить все женские роли. Ослепительные звезды, любимые жены, матери и бабушки. Три года назад мы помогали Светлане Немоляевой оформить террасу. Поэтому ее дача нам уже знакома. Сделали свет вокруг всего дома. Решили просто не только сделать ту площадку, о которой говорили, но весь дом, весь периметр дома украсят. А это тоже вот это будет гореть, да? Да. И вот главный, главный сюрприз или главное место. Я даже вот из угла вижу и боюсь идти. По-моему. Ой, какая. Вот ваш уголок. А это и оставили, сохранили два камня и папоротник, которые Алинка, невестка наша, посадила. А эти камни мы с папой волоклили. Да, она посадила туда папоротник, это осталось. Слушай, если они тут же... Стол какой подарок, смотри, какая красотичная. Боже, как красиво уличное солнце. Я знаю, что вы работаете постоянно, премьера же, как-то много, много дел. Вы хоть успеваете иногда съездить на дачу, где мы сделали вам там крыльцо, очень красивый садик. Да, но я еще редко, и поэтому у меня, конечно, там разорка. Как разорка? Ну, потому что... Там же было так все хорошо сделано. Ну, это же прошло время. Да, прошло. А у меня же снега, пурга, падают деревья, ураганы. Ураганы были, вот эти все были. И у меня же столетние березы, и еле им же пришел уже конец. Они живут не больше ста лет. И очень много попадало, и разбило вот эту дивную отмостку, которую вы мне делали. И разбило вот эти огоньки, которые землящие. А что же вы не посмотрели, мне не сказали, что вы такие... Ну, вот вы же вот подарок мне хотите, крибли, сделать? Мы хотим сделать вам подарок. Я очень рада, не откажусь. Оленька, а я тебя здесь жду. Как живешь, Оленька? Лучше всех. Я сообщаю тебе об этом каждый день в письменной форме. Милый, добрый, славный мой человечек. Что с тобой, Юра? Ты что, заболел? Я одна, у меня там нет какого-нибудь там помощника. А участок большой, и вот все это привести в порядок мне невозможно. Светлана Владимировна, вы только не переживайте. Я ваш участок прекрасно знаю. Мы все сделаем. Пришлю туда архитектора. Может быть, даже по-другому перепланируем. Потому что вам, конечно, надо хоть иногда есть отдыхать. О чем? Я обожаю же эту дать. Да. И Саша мой безумно любил ее, и я. Вот при таком режиме работы, как у вас, в вашем прелестном возрасте, надо иметь место, где отдыхать. И мы сейчас этим займемся. Светочка просто потрясающая актриса и женщина, и вообще, как отношения с Сашей были великолепные. Вообще, я вам скажу, это потрясающая вещь, что Первый канал делает подарки артистам. О, кого я вижу. Привет. Здравствуйте. Сегодня четыре минуты позже. Два лишних круга, мамочка. Юноша. Ах, как выглядит. А мы ведь ровесники. Да, вы, наверное, его в холодильнике держите. Это все она. Счастье, что она у меня есть. Надо следить за собой. Итак, сегодня мы будем приводить в порядок участок Светланы Немоляевой. Он сильно пострадал во время урагана 29 мая этого года. Упавшие деревья повредили дорожки и крыльцо. Кроме того, мы хотим сделать новую зону барбекю. Отправляемся в архитектурное бюро, чтобы обсудить проект. Коллеги, как вы знаете, мы своих героев никогда не бросаем. Мы где-то года два назад делали для Светланы Владимировны Немоляевой проект на даче. Но за это время произошло несколько неприятных событий. Ураганы, часть деревьев повалила, стулья и всю мебель разметала. Давайте сделаем ей такой хорошенький проект, какую-то такую вот часть сада, которая была бы замечательной летней гостиной, очаровательной. И заодно покажем нашим зрителям, как можно трансформировать участок, даже лесистый участок. Что можно сделать красивого и довольно быстро. В плане проекта предлагаю сделать барбекю-зону. Есть большая территория за домом, где отлично она сгруппируется. Сгруппируется, да? Да. Можно я посмотрю проект? Конечно. Это у нас не совсем правильная форма площадки. Это связано с тем, что мы хотим вписаться в ландшафт, да? Да, да. Потому что растут деревья, вот, их не хотелось бы, конечно, убирать. Нет, ни в коем случае. Вот, да, они все останутся. Появится тротуарная плитка, вот, которая, собственно, закроет всю эту площадку. И к этой площадке будет проведена дорожка. Вот, дорожка будет подсвечиваться, чтобы можно было удобно и комфортно передвигаться в ночное, да, в время. У нас будет стоять потрясающая кованая беседка, которую специально для нас привезут из Белоруссии. Да, вот так она будет выглядеть. Установят нам финский барбекю-гриль, вот, который функционален. Также он отлично впишется и по внешнему. Вот он здесь по плану и вот здесь. Да. И, Дмитрий, мы тоже обсуждали, что все-таки, допустим, щебенка будет излишней, что это какая-то такая япония, китай какой-то, да, вот. И о том, что форма вот неровной площадки встроена между деревьями существующими. Так что ты хочешь? Я думаю, что на вот этих вот ограждениях мы могли бы навесить двухуровневые горшки, где будет находиться вода, и если хозяйки не будут дома, она будет подпитываться двойным дном с влагой. Какими-то однолейками. Наверное, однолетники разных герань, петуни, бегонии. Илюш, вот меня всегда волнует вопрос, как обращаться с однолетними или неоднолетними растениями-садовыми, когда участок лесной? Что касается кустов каких-то, мы можем использовать в работе дюрины пестролесные, могут гортензии, если мы сможем понабрать их цветущими. Вот, что-нибудь, сирень, возможно, да, если мы тоже... После тенистой участки еще, посмотрите, хосты разноцветные. Хосты для тенистых мест. Она очень любит цветы, да, во всех их проявлениях. И живые, и посаженные, и срезанные. Вот поэтому, чем больше цветов, тем ей будет больше счастья. Мы начинаем работать. Этот дом находится в поселке Художников неподалеку от усадьбы Абрамцева. Участок красивый, лесной. Зона патио здесь, в принципе, есть, вот только выглядит она заброшенной и неуютной. Мы уносим старую мебель, бозоны и плетень. Демонтируем плитку, которая уже буквально вросла в землю. Дорожки мы сделаем новые. Выкапываем кусты. Их мы пересадим. А Наташа Барби отправляется на поиски новых идей. Программа «Идеальный ремонт» в подмосковном Жостово, где делают знаменитые на всю Россию расписные подносы и не только подносы. Жостовский промысел был основан в 1825 году. Тогда бывшие крепостные Шереметьевых братья Вишняковы основали мастерскую по производству шкатулок из папье-маше. Затем был налажен выпуск подносов. Об истории Жостово нам расскажет заслуженный художник России Михаил Лебедев. Это музей Жостовской фабрики и коллекция Жостовской фабрики, которая начиналась еще со старых мастерских. Вот на этой стене у нас представлены самые старые подносы, которые выпускали из Жостова. Вот этот вот овал такой оранжевый. А сколько же они лет? Более 150 лет. Более 150 лет? Да, это начало становления Жостовской росписи, Жостовской традиции, Жостовских канонов. Ну вот все, что я сейчас вижу на этих стенах, вся эта красота, эта история. А сейчас в какой технике, в какой манере работают Жостовские мастера? Практически 200 лет технологии, краски, кисти, материалы те же самые, что и в протяжении дни. Я хочу увидеть, как вот это делается. Пойдемте. Покажите. Основа Жостовской росписи – цветочный букет. Сюжет выполняется в единственном экземпляре. Очень редко художники копируют свои же удачные работы, но абсолютно точной копии все равно не получится. Все начинается для художника с выбора подноса. И вообще, из чего делается такой поднос? Поднос делается из листа металла. Тонкий, холоднокатный лист металла штампуется. Вот чтобы форму такую... Да, чтобы сделать вот такую форму. Что дальше? Вот есть такой поднос. Рисуете ли вы каким-то карандашом или чем-нибудь эскиз того, что будет потом? Как правило, эскиза нет. То, что вот в данный момент художник задумал, что у него в голове, он то и будет делать. Любой Жостовский поднос имеет авторскую подпись. Ему присвоен специальный номер и сертификат. На фабрике работает около 40 художников, у каждого свой почерк. Например, работы Евгения Мешковой можно сразу узнать по особой форме рос. Как приятно видеть, что традиция не потеряна и такое разнообразие. Это разные художники, но фанаты мы им подготавливаем сами на фабрике, потому что сейчас очень много разных интерьеров и спрос идет на цветные подносы. Мы на многих выставках всегда примеряем, как бы мы смотрелись в новых интерьерах. На протяжении многих лет подносы не проигрывают никак. Как хорошо, что мы к вам приехали. Я теперь абсолютно уверена, что ваши замечательные Жостовские подносы найдут место в наших идеальных интерьерах. Спасибо. Мы продолжаем работы на даче Светланы Немоляевой. Готовим площадку для зоны барбекю и дорожек. Они будут вымочены тротуарной плиткой. Дерн мы уже сняли, сейчас разравниваем землю. Насыпаем слой песка. Следующий слой – щебень. Хорошенько трамбуем площадку с помощью виброплиты. Делаем еще один слой из крупного песка. Толщина этого слоя должна быть около 4 сантиметров. Снова трамбуем и выравниваем. Теперь нужно положить последний слой – цементно-песчаную смесь. Подушка для площадки готова. Очень рада, что бабушке снова пришел идеальный ремонт. Мы очень долгожданные гости, которым мы всегда рады. Лично я ничего не знаю, что там будет происходить. Для меня это будет полный сюрприз. Но я очень дачу люблю и очень надеюсь, что… Я даже уверена, что она вся понравится, потому что вы всегда делаете все очень здорово. Рядом с домом Светланы Немоляевой находится знаменитая подмосковная усадьба Абрамцева. С середины 19 века она принадлежала писателю Аксакову, а затем предпринимателю и меценату Мамонтову. Здесь гостили Гоголь, Тютчев, Врубль, Шаляпин, Репин, Воснецов. Мамонтовы старались возрождать народные промыслы и создавали мастерские. Сейчас Абрамцева – историко-художественный и литературный заповедник с интересными строениями, богатейшим музеем и прекрасным огромным парком. Ой, Светлана Владимировна, спасибо вам большое. Вот если бы не вы, еще неизвестно, когда я бы выбралась в Абрамцево с нашим-то ремонтным режимом. Здесь так хорошо, так чудесно. Да, да, красиво. История, конечно, этой усадьбы уникальна. Даже нам сказать, что с этим домом связана вся моя жизнь. Если бы в этом доме не случилось определенное событие, не было ни меня, ни брата. Мама с папой познакомились здесь. Да вы что! И в 1936 году они поженились. После революции эта усадьба, Мурановская, Тютчевская, была сразу отдана. Как музейная. А эта нет. И здесь был дом отдыха, кинематографистов. Здесь были всякие великие. И Пудовкин, по-моему, даже Тютчевская. Все замечательные кинематографисты. И вот Успенский был такой первый директор этого дома. Сказал, Володя, сегодня приедет очень красивая девушка. Я тебя пошлю на вокзал в Хаськово ее встречать. Тогда в Абрамцеве еще не было станции. И ходил паровичок. Не электричка, а паровичок. В 1936 год. Представьте себе. Отсюда шли дровни с этим, с избойщиком. Ну, это же была зима. Здесь всегда холоднее. С пологом таким, меховым. И, в общем, папа высел на этого с кучером, с этим пологом. Поехал встречать. Она вышла из паровичка. Он сразу понял, что это она. И он пропал. И пропал. И пропал. И они поженились. Да, мама вообще одна из главных. Абрамцева любимая. Она, во-первых, там практически родилась. Она оттуда стала ездить с раннего детства, совсем с 5-6 лет. В общем-то, вся жизнь прошла там. Ну, то есть практически Абрамцева – это ваше родовое гнездо. Ну, да. Я читала в книжке про вашу семью. Что когда вам дали первую драматическую роль Павла, и вы страшно испугались? И там такая фраза вспомнит. Я так испугалась, что уехала в Абрамцево и рыдала там целый день. Ну, в общем... Так значит, вы уже в Абрамцево и в студенчестве тоже жили. Вы всегда здесь жили? Всегда. 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 Первую дачу, которую снимали после войны, была здесь, в поселке Художников, где мы сейчас живем. Папу с мамой снимали. Мы жили в такой избушке почти, ну, такой... Ну, после войны, 46-й год. Почти земляная избушка. Я с Сашей познакомилась, я признаю их, своим самым близким друзьям. Мари, мы его познакомили сюда. Сюда. Он прошел проверку этим местом. Да не ту же проверку, он влюбился сразу в это место. А потом, когда Шурик родился, даже как я в три месяца меня привезла маму сюда, так и я Шурика привезла. Это же мы оба апрельские. А потом появился у нас там дом. Мы там построили, ну, вот они с отцом встроили, строили, строили, строили. И маму до сих пор продолжать его строить. Так что, ну, сами знаете, дом, это, ну, стройка никогда не кончается, да. Толик, ты что сегодня по географии получила? Почему от тебя джинсы опять разорваны? Ты что, дрался? Вы что, спятили? Какой я вам Толик? Толик, не груби маме. А мы начинаем укладывать плитку. Для мощения мы выбрали набор камней четырех размеров среднего формата. Серия называется «Гранито». У плитки фактура натурального колотого камня в форме прямоугольной трапеции. Камни укладываются в ряд, но при этом наклонные грани дают интересный визуальный эффект. А Наташа Барби и Светлана Немоляева продолжают прогулку по заповеднику Абрамцева. Ой, вот мы заговорились, я даже не заметила, что вы привели меня к этой маленькой церквушке. Это Поленовская, да? Ну да, тут и Мессеров принимал участие, и Поленов, конечно, вот спас этот Поленовский. И весь этот круг мамонтовский, весь этот кружок художников и живописцев, и все, принимал в этом огромную участие. Она действительно хороша, совершенно безумно. Чудесная, маленькая, красивая. И в таких русских традициях она сделана. Но самое потрясающее, что мы никогда Саши не афишировали. Мы прожили 50 лет, и когда была вот эта наша дата, мы решили с ним обвенчаться. И спасибо вот дирекции усадьбы, они разрешили нам в этой церкви. Вы обвенчались в этой церкви? Мы обвенчались в этой церкви. А это как-то вообще происходит в этой церкви здесь? Ну, это практически нереально. Нет, нет. Она вообще во все года после революции то закрывалась, то открывалась, то она была музеем очень долго, то вообще просто была на реставрации. То снова ее открывали. Потому что у нее была своя жизнь, своя судьба в этой церкви. Никогда об этом не говорили. Мы не хотели привлекать внимание, мы не хотели... И очень батюшка, который нас венчал, боялся. Он говорит, а для чего вы приехали сюда венчаться? За вами-нибудь приедет целый шлейф людей, или вас будут снимать. Он говорит, да нет, нет. Он нас готовил долго, не сразу пустил, не сразу делал. Пока все это было серьезно. И действительно никто не знал. Так и получилось, что... Ну, сейчас прошло время, Саши уже нету. Я так думаю, что я могу об этом сказать. Я теперь особенно отчетливо понимаю, что вот все это место, эта речка, вори, эти холмы, этот парк, все это Абрамцево, это просто сквозь всю вашу жизнь проходит, переплетено, как корневая система. И потом, это бесценное место вообще для России, для ее культуры. Потому что здесь зарождался так, как во Франции Барбизон, французский Барбизон, художники, поэты, русская школа типа искусств и ремесел национальных, что очень важно. И все эти стили, и классика, и в живописи, даже модерны, в рубелевской. И на этой почве родник символизм. Да, да, это бесценное место для русской культуры, для русского, так сказать, слова, как говорится. Вот еще моя вам большая сердечная благодарность, потому что вот сейчас я побегу доделывать ваш садик и участок, который действительно пострадал от этих ураганов. Он пострадал, ведь тогда я же не приду. Но вы мне такую замечательную идею подсказали. Мы в какой-нибудь следующей программе обязательно сделаем специальный сюжет про это место, про Абрамцева, потому что это, конечно, особенное, очень важное место в русской культуре и в жизни нашей героини. Светочка, друг дорогой, мне тут разведка донесла, что тебе на дачке делают какие-то приятные вещи. Я очень рада, что этого подарка удостоилась и ты. Я убеждена в том, что все это будет очень мило, славно. Они ребята со вкусом и очень симпатичные и трогательные. Радуйся жизни и помни наши чудные-чудные-чудные встречи на служебном романе. Ольга Петровна, доброе утро. Выглядите сегодня отлично. Мне очень нравится, как вы работаете. Я давно за вами наблюдаю. Заходите ко мне, поболтаем. Воспредничай. Площадка патио в саду Светланы Немоляевой уже вымощена тротуарной плиткой. Начинаем монтаж освещения. Мы обратились в компанию, которая уже делала в этом саду подсветку дорожек. С тех пор прошло три года. Светильники работают прекрасно, так что компания надежная. Тем более, что представители фирмы так любят и уважают Светлану Немоляеву, что они дали бессрочную гарантию на корпус этих фонарей. Светильники отлиты из латуни. Методом гальваники они были застарены в цвет старой бронзы. Как хорошо, что в жизни пришел тот момент, которого мы боимся дома. А на даче мы его ждем. Должно что-то измениться, должно что-то обновиться. Потому что дача – это другое состояние души, тела, пространства. Дом должен быть незыблем. А на даче все время нужно что-то менять. Строить и ломать нужно все с любовью и с ожиданием того, что новое лучше старого. На даче должно быть много цветов. В течение всего сезона цветы должны цвести. Растения, кустарники, они должны, сменяя друг друга, радовать началом новой жизни. Мы продолжаем работы на даче Светланы Немоляевой. Из упавших во время урагана деревьев крыльцо в доме было сильно повреждено. Мы приведем его в порядок. Заодно положим на террасе полимерно-композитную доску. Сейчас сделаем подушку для крыльца. Она из песка и щепня. Эти слои мы утрамбовали виброплитой. А вот очень интересный и очень простой способ выровнять черновой пол. Это технология винтовых опор. Опоры используются внутри и снаружи помещения. Благодаря данной технологии можно избежать мокрых работ, связанных с заливкой стяжки. Опоры изготовлены из сверхпрочного полипропилена. Они регулируются по высоте. На них мы кладем террасную доску. Коллекция называется «Вельвет Классик». Поверхность доски словно бархатная. Древесно-полимерный композит, из которого сделано это покрытие, не боится ни влаги, ни перепадов температур. Срок его службы больше 20 лет. А Наташа Барбье пригласила в архитектурное бюро специалиста по недвижимости, чтобы задать ему вопрос, который волнует многих телезрителей. Олег Павлович, вы опытный риэлтор, а мы много и успешно делаем ремонты. Я хочу понять, есть ли между нашими сферами деятельности принципиальные противоречия. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если мы делаем дизайнерский ремонт, мы или кто-то другой, помешает ли это в будущем продаже квартиры? Ну, понимаете как, у нас, наверное, вряд ли получится сейчас создать абсолютно исчерпывающий список этого дела. Ну, грубо говоря, нельзя, например, делать комнаты шириной меньше трех метров. Вот нельзя, потому что эргономика очень сильно страдает. Если в квартире низкие потолки, например, нельзя делать какие-то элементы дворцового стиля, потому что это абсолютное сверхулучшение, это не имеет никакого смысла. А вообще я бы, на самом деле, предложил отталкиваться от более ранней стадии и спросить себя, что это за дом, где он находится, и к какому, собственно говоря, потребительскому классу, с точки зрения местоположения, с точки зрения самого дома, относится эта квартира. Если мы имеем дело, ну, так банально, с квартирой в Хрущевке, то в ней не нужно делать высокоуровневый ремонт с использованием дорогостоящих отделочных материалов. Ну, просто потому что это сверхулучшение, и оно никогда не окупится при продаже. Если же эта квартира, которая потенциально будет приведена в хорошее состояние, может быть, внесена к бизнес-классу, бизнес-плюс, то вот тут вот, может быть, не стоило бы и экономить, не стоило бы использовать дешевый отделочный материал, ну, там, например, условно говоря, не надо ставить в квартире бизнес-бизнес-плюс, подоконники из пластика, надо действительно не поскупиться и поставить их из мрамора. Ну, просто потому что это будет соответствовать. Понятно. То есть, прежде чем делать какой-либо ремонт, даже глубоко близкий вашему сердцу, или там, нашему сердцу, надо понять качество дома и не улучшать худшее, и не ухудшать лучшее. Абсолютно правильно. То есть, просто соответствовать самому дому, потому что мы оцениваем недвижимость еще не только потому, что сделано внутри пределов жилой или полезной площади, но и за ее пределами. Какие лестницы, коридоры, какого качества дома. Это хороший умный совет, чтобы мы просто зря не тратили деньги, если в будущем когда-нибудь планируем все-таки что-либо продать. А на площадке для барбекю в саду Светланы Немоляевой мы ставим гриль. Он дровяной и угольный, выполнен из высококачественной стали. Интересно, что при разработке этой модели создатели учли 40 тысяч пожеланий российских и европейских потребителей. Так что он практически безупречен. Гриль имеет роликовый механизм подъема. Все поворотные элементы съемные, так что модель можно использовать как уютный очаг, причем не только на открытом воздухе, но и в беседке или на террасе. А Светлана Владимировна сейчас в театре имени Маяковского готовится к спектаклю. В этом театре она играет с 1959 года. Тогда же в труппах был зачислен и Александр Лазарев. Спустя год Немоляева и Лазарев поженились. Так что именно в этих стенах зародилась их легендарная любовь. Юбилей Светланы Немоляевой театр отметил бенефисным спектаклем «Бешеные деньги». Здесь вместе со Светланой Владимировной играет ее внучка Полина, представительница уже четвертого поколения театральной династии. Спасибо большое, во-первых, что вы приехали. Я очень рада, что вы посмотрите спектакль. Для меня он очень дорогой, потому что он был сделан, это подарок от моего театра, любимого, от главного режиссера Миндукса Карпахлеса. Это спектакль, подарок моему юбилею. Я с радостью играю здесь роль. И у меня замечательные партнеры, актеры нашего театра. Дякин, Константинов, Андреенко, Гребенников, Никулин и моя внучка Полина Лазарева, с которой для меня большое счастье работать. И замечательный молодой режиссер Толя Шульев. Пожелайте мне успеха, чтобы все прошло нормально. Да, ваши и близьбы бедны, но мы не оставляем вас, ваши бедности. И на связи мы ищем и непременно найдем вам достойное место и облегу большому. Вам останется только одно – подражать моему мужу и верному семьянину. Не церемоньтесь. Не церемоньтесь. Пользуйтесь. Пользуйтесь везде, где только можно. Я очень рада, что наш спектакль вышел к юбилею бабушки, потому что я думаю, что несмотря на то, что он у нас получился, как мне кажется, и что пользуется большим успехом у зрителей, к нам пока ходит, и вроде бы всем нравится, но от такого, мне кажется, резонанса и так много бы не говорили бы о нем, если бы не было как раз юбилея. Это круглая дата, которая, собственно, от спектакля вышла. Поэтому здесь такой двойной праздник. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие. Чего ж вам еще? Вы меня любите? Вы должны быть бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанности. Но вы же любите друг друга, я вижу, вижу, что любите, любите. История ваша просто так, просто сугубо литературная. С бабушкой работать прекрасно. Мне очень нравится, особенно уже когда все репетиции прошли, и уже мы играем спектакль, я получаю огромное удовольствие. Во-первых, она потрясающая актриса, потрясающая партнерша. Но для меня она, в первую очередь, бабушка, поэтому она всегда скажет мне все за и против, все, что я делаю хорошо, что я делаю плохо. И когда такие советы, вот такой выдающейся актрисы, это, конечно, такой приятный бонус. Поэтому я очень рада. А мы устанавливаем кованую беседку. Она сделана в Бресте. Беседка в виде шестигранника. Она рассчитана на компанию до 15 человек. Предусмотрены два входа. На большой стол накладывается стеклянная столешница. Она вращается, и блюда можно легко доставить каждому гостю. Деревянные скамейки изготовлены из ольхи и покрыты защитной пропиткой. Под куполом красуется элегантная кованая люстра. В комплекте идут изящные водонепроницаемые шторы, а также матрасы и подушки. Для украшения беседки живыми цветами производитель предусмотрел крепление для кашпо. А сейчас время работы над ошибками. Команда идеального ремонта помогает нашим зрителям исправить ошибки в интерьере. Вероника Ситникова из Рязани просит нас подобрать, правильно подобрать, мебель для гостиной. Да. Я предлагаю использовать вот такую вот мебель. Это современная классика. Она очень будет смотреться уютно за счет того, что она матовая. У нас полы глянцевые, очень много отражают свет. У нас много света, много окон. Поэтому такая вот уютная мебель, она вот как-то все это дело объединит, да, все это пространство объединит и задаст как раз направление. Этот стиль можно назвать такой современной классикой, немножечко может быть арт-деко за счет каких-то элементов, например, у столика. Вот. И таким образом мы как раз и обыграем, и объединим вот эту центральную зону гостиной. Отлично. У вас такой зеленовато-серый оттенок, и поэтому сюда действительно хорошо подойдет коричневая с белым кантом мебель, светлая кремовых оттенков стенка или система хранения, бежево-светлая тона кресла. То есть все, все такое оттенков шоколада, что будет хорошо смотреться с серо-зеленой гаммой стены. И действительно матовой поверхности на контрасте с глянцевым полом. Вот дорогая Вероника. Мы завершаем работы на даче Светланы Немоляевой. Площадку и дорожки мы замостили, установили ландшафтные светильники, поставили кованую беседку и гриль. Украшаем беседку кашпо с ампельными цветами, оформляем площадку гортензиями и ромашками. Осталось накрыть стол. Мы выбрали итальянский сервиз из поликарбоната премиум класса. Посуда не бьется, ее можно мыть в посудомоечной машине. Ремонт завершен. А у кого мы собрались? У Ковалева. Помните, я вам о нем как-то говорил. А, да-да, помню. Как его по имени? Коля. Ага. Николай, можно вас на минуту? Да, пожалуйста. Мы хотим послушать ваши песни. Можно, в общем-то. А может, видео досмотрим? Правильно. Досмотрим и послушаем. Мамуля, не волнуйся. Держим руку на пульсе. Ребята талантливые. Надеюсь, что все будет хорошо и тебе понравится. Я тебя люблю. Никакие московские непогоды, не даже ураган не помешали нам закончить к сроку беседку для Светланы Владимировны Немоляевой. И я готова ей показать наш объект. Светлана Владимировна, проходите, пожалуйста. Здрасте, Наташа, дорогая. Я прям не узнаю. Ой, о-о-о. Красота. Вы даже уже по дорожке ездите по новой. По новой, по новой. Ой, замечательно. Боже мой. Боже. Это у меня сын сойдет с ума, конечно. Весь проект архитектурно выполнил архитектор Дмитрий Кирьязов. Да. А все, что касается цветов, и тут еще много других работ, расскажу потом. Да. Это ландшафтный дизайнер Илья Васецкий. Я смотрю, что вы так тихо подошли к грилю. Я очень... На меня он такой, он у меня сразился. Просто сразился. Я никогда такого, во-первых, не видела. У вас не было никогда такого? Нет, нет, никогда. У нас был маленький мангал, в котором вот химичили Саша когда-то, когда он... Ну, Саша не отличался умением и любовью. А вот очень любил, и любит брат мой, и очень любил, полюбил Шурик кулинарию. Мой дядя, мамин родной брат Николай Владимирович Немаляев, кинооператор, он делает великолепный плов. Он делает плов, и все Абрамцева мечтает и ждет. И спрашивает, мама, Света, когда Коля приедет, плов. Потому что это такая сложилась традиция, что Коля приезжает, делает плов долго, 4 часа. Все себя ждут, все общаются. Наконец-то приходит через-черезь оплов. Все происходит на улице, все замечательно. Это финский очень хороший гриль. Ну, я вижу, что это какой-то роскошный. Очень удобно, можно поставить всю чистую посуду. И там какие-то шампуры. Да, это комплект для того, чтобы делать шашлык. Он работает и на дровах, и на углях. И у него огромное количество самых разных функций. На нем, значит, можно жарить, можно коптить. Я вижу, сковородки. Да, да, да. Вот если вы там потрогаете, вот это все двигается в разные стороны. Это все можно вот, например, на одном огне. И там, и тут все, все понятно. Можно делать гриль мяса вот на решетке. Замечательно. Вообще, это замечательная конструкция, с которой как бы... Как сказал бы мой Шурка, сын бы сказал, чумовой. Чумовой. Ну, будем считать, что он так практически сказал, когда он увидит плитка, на которой мы стоим. Здесь же очень сложная почва. И глинистая, под елками. Это хорошая тротуарная плитка. Нет, замечательно. Я же вижу, что она... Уложена трапециями небольшими, так, чтобы она как бы... Нет, она прямо так мощно сделана. Да, все это будет в порядке. Я вам хочу сказать, что когда мы увидели, в каком состоянии находится ваш участок, то мы, конечно, все схватились за голову и сучили рукава. И у вас не только сделано все электричество, все проведено вокруг дома по участку, у вас еще вокруг всего домика дачного, вашей дачи, сделаны новые и отмостки, и новая террасная доска из специального композитного материала, который гнить не будет. Это просто нет силов. И по всему участку мы вычистили все, убрали весь мусор, который был, присадили то, что необходимо. Вот звук пилы и топора раздается еще практически до сих пор. Все занимаются дачами, а мы занимаемся вашей дачей. Дача – это хорошо. Так приятно сесть на верандочке, пить чай с мятой, который растет на твоем огороде. Есть клубнику, которую ты вырастила своими руками. Друзья мои, дача, она продлевает нам жизнь. Беседка, знаете, в чем как бы хотелось, почему сделать такую? Чтобы она насквозь вся просматривала среди вашего, ну, почти корабельного леса. И в то же время, чтобы в ней можно было укрыться. Вот ее сделали в Бресте. Это наши белорусские партнеры, которые занимаются ковкой ручной работы. Спасибо. С крышей. Спасибо. И все деревянные детали – это ольха. И там внутри стол и сиденье на 10 человек. А я даже посчитала без вас, в общем-то, на 12. Вот так. А вокруг беседки все вот эти петуньи, чудесные гортензии, ромашки – это Илья Васильский, как мне кажется, очень угадал ваш характер. Нежный, женственный. Ну, как я думала, поменять беседку, у нас все это сделать, думала, что это будет такой, ну, такой стародачный вариант, вот, абрамцевский свойственный. И это вот как-то это рассчитано. И сейчас, когда я увидела вот это кованное и это в другом материале, я просто счастлива, потому что это же, это для меня будет стоять, как-то говорится, на века. Поэтому я очень этому благодарна и очень счастлива, потому что действительно это меня спасет от, ну, как это, вот таких волнений и того, что все надо опять. И ветром ее не снесет. И ветром ее не снесет. Ну, и роскошный этот пол, и роскошный, и дивный. Пойдемте посмотрим. Я хочу вас от всей души поздравить, то, что вы сейчас будете получать большое удовольствие в новом ландшафте, с какими-то новыми решениями дизайнерскими. Я, наверное, уверен, что это вам понравится, потому что люди работают профессиональные. Уверен, что вы это получите удовольствие от своих дач. Поздравляю еще раз вас с тем, что вы сможете отдыхать на своей любимой даче в прекрасной обстановке. Ну, чудесно, боже мой. Ой, красиво. Попробуйте присесть, посмотрите, как вам тут удобно. А какой потолок потрясающий, крыша. Она же прозрачная, вся природа видна. Да, и как раз учитывая наш московский климат и дожди, возможно, что это будет самое правильное решение. Вы и видите небо, и лес, и одновременно ничего не капает, в том числе вот эти шторы из такого материала, не промокают. Которые не промокают. Да, они могут закрыть. И все, от снега, от дождя, от всего. Потому что здесь же как бы мягкие сидения и спинки, которые легко снимаются, убираются во время дождя или вечером. И стол. Стол очень симпатичный. Необыкновенно. Очень красивое дерево. Это ольха. Очень красиво. И вот здесь вот очень симпатично сделан круг. Знаете, как на даче у Репина в Пенатах. Да, прямо роскошно. Такая китайская идея, которая уже давно адаптирована уже в европейской культуре. посуда. Итальянская посуда. И я очень рада, что вот мы именно ее выбрали, потому что она... Ну да, да. Она не бьется безопасно совершенно. Удобно. Вы знаете, я вот... Я очень благодарна. И мне это очень нравится. И это очень романтично. Это очень нежно. И очень... Ну вот видно, что это сделано неравнодушными руками. Что это сделано в сердце. И я просто тронута до слез, потому что вот так вот помочь... И вы уже однажды мной занимались. И приезжали для меня, и все делали. И потом вдруг вспомнить, что стало через два года. И увидеть, и приехать помочь. И опять вот так вот сделать подарок. Мы героев своих не бросаем. Мы потом приезжаем, узнаем, что случилось. А вдруг что-то не подошло, мы где-то не угадали. Может быть, мы ошиблись. Мы же в конце концов все-таки не волшебники. И мы можем помочь, переделать. Вот ну как вот... Вы это просто характерный случай. Когда непогода все уничтожила. Уничтожила. Пришлось делать все заново. Нет, я в восторге. Я просто даже, вы знаете, и действительно, а та беседка старая была, вы знаете, как пролезали? Мы же пролезали вот все вот так. А за старшую, да. Потому что она была очень маленькая. Народу добивалось иногда много очень. А это просто роскошество. Вот это будет надолго, прочно, основательно. Вот. Для того, чтобы Светлана Владимировна радовалась каждый день своей исторической, фамильной, любимой дачи во Бранцово. Да. А я хочу сказать, что это, конечно, вот то, что это вот такой материал, что это кованый, что это вот все. Не боится дождя и снега, и крыша такая. И все это, это, конечно, счастье. Будем радоваться. Да, будем радоваться. Спасибо. Спасибо огромное. Смотрите, как я вас полюбила еще с того раз, Наташа. Я всегда слежу за вашей передачей. Она у меня очень интересна сюда. Я с удовольствием. И считаю, что такое дело святое. Ой, спасибо. Помогать так людям. Ну а как же? Это же, вы же получаете столько сердечной благодарности, столько такого отношения, что это дорогого стоит. Вы тем, что успели сделать для всех нас, успели сделать много. Вы согревали наши души и сердца. Вы эмоции праздник нашей жизни. И пусть в вашем доме будет так хорошо, как хорошо нам, когда мы видим вас, слышим вас, общаемся с вами. Доброго здоровья. Я всем очень благодарна. И благодарна за отношения такое ко мне, за такую серьезную работу, что за такое добросердечие, которое в жизни бесценное. Просто бесценное. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Да. Я тоже понимаю немножко. Хостер одноцветный с пёстрыми. Вы забираете у нас хлеб. У вас шатты. Я не. Ну, давайте без него что делать, да? Ну, как без него. Саша, Андрейенко, тебе все штук внизу. Саша, Андрейенко, тебе все штук внизу. Здрасте. Здрасте. Наташа, здрасте, дорогая. Можно меня с вами поцеловать? Можно. Только я бы с темной группой поздоровалась. Как-то они же за камерами. Да? Ну, ничего. Ну вот, работы в густых абрамцевских лесах закончились. И мы отправляемся в город. К представителю еще одной знаменитой актерской династии Алики Смеховой. Главные мужчины в жизни Алики Смеховой. Я и лошадь, я и бык, я и баба, я и мужик. Что значит быть дочерью Атоса? Папуля. Алика, Алика. Шпагу мы тебе нарисуем. Нравится ли сильной женщине быть сильной? Ну так получается, что на сегодняшний день моя семья – это я и мои два сына. Спальня с апельсинами. Смотрите через неделю. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok